Продолжаем с вами настраивать шаблон от UTEM на фреймворке Уллкит, тема Юмакай, настройки блога. Меня зовут Федор Васильев и продолжим в этом видео. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать, что есть, на что способен шаблон от UTEM на фреймворке Уллкит. У нас на очереди настройки блога, давайте посмотрим, что здесь есть. Но чтобы настройки блога мы могли видеть во всей красе, у нас должно быть хотя бы тестовыми статьями вот так вот наполнено, то есть, например, в две колонки. То есть, стандартное отображение блога, как изначально, идет у Joomla, то есть, первая статья, именно верхняя, она во всю ширину, все нижние статьи делятся автоматически на две колонки. Ну, дальше постраничная навигация, да, там тоже это все настраивается. Если у вас не так, наполните это все тестовыми статьями, чтобы мы могли смотреть, что здесь есть. Переходим в настройки шаблона. Последний мой урок был записан некоторое время назад, за это время шаблон обновился. Имейте это в виду, если вы следите за обновлениями данного шаблона. Сейчас я нахожусь в шаблонах, как смотреть, что обновилось, где все это находится. Мы с вами переходим в сам шаблон, переходим в Customizer. Далее мы с вами переходим в настройки, далее о шаблоне. История изменений. И здесь вы можете смотреть, во-первых, дата последнего обновления. Была в августе, 7-го числа, грубо говоря, месяц назад, на момент записи этого видео. Ну, и кому интересно, кто не знает английского, можете просто так скопировать и через переводчик перевести, посмотреть, что за последнее обновление было изменено. То есть, фикс, могу сразу сказать, да, то есть, исправление, вот это, там, где в начале идет фикс, это идут какие-то исправления ошибок. В основном мы можем видеть, что у нас идут какие-то исправления, мало что здесь нового добавлено за последнее время. Мы с вами возвращаемся назад, у нас с вами, по порядку мы с вами идем, у нас макет. И я решил остановиться на блоге, в футуре мы с вами рассматривали в прошлом уроке, блок не рассматривали. Нужно остановиться здесь, чтобы понимать, как, что, где работает. Опять же, на этой странице надо перейти на блог, чтобы мы видели отображение блога. Переходим в блог. И первая у нас ширина. Установите ширину блога. Ну, опять же, все надо смотреть визуально. Вот вы видите, в реальном времени сузился наш контент. Понятно, как это работает. Сами смотрите у себя, как лучше оставить. Внутренние отступы практически то же самое. Опять же, надо смотреть. Вот так вот прокручивать блок. И выбрать для себя ту золотую середину. Я верну дефаут. Следующая опция – колонки. Можно поставить птичку. Большое расстояние между ячейками сетки. Ну, видно, вот здесь вот визуально обновляется. И между моими колонками идет некое расстояние. Я галочку не ставлю. Контрольная точка. Установите контрольную точку, при которой ячейки сетки будут располагаться друг над другом. И есть разные варианты отображения. То есть это хорошо видно. Если мы посмотрим вниз, выберем, например, планшет. Видим у нас с вами все в одну колонку. Если я выбираю смейл, видите, у нас на этом устройстве продолжает в две колонки идти. То есть если это слишком плотно, если вам не нравится отображение, если картинки маленькие, то можно оставить, например, медиум. Видите, у нас все в одну колонку. Просмотреть это на всех устройствах. Если все нравится, оставляем выбранный вариант. Дальше динамическое. Включите эффект динамической сетки. Эффект динамической сетки создает расположение элементов, лишенное промежутков, даже если элементы имеют разную высоту. Что происходит? Вы видите, вот эта статья, она стала несколько выше статьи номер 5. В этом случае здесь все ровно. Ну, без этой галочки у меня все смотрится ровнее, я считаю. Опять же, на ваше усмотрение, ставить или нет. А вот следующая опция, такого я не видел еще нигде. Параллакс. Эффект параллакса, то есть я не буду читать описание, покажу вам просто наглядно. Просто сдвигайте влево или вправо ползунок. И медленно двигайте мышкой. Что происходит? Левая сторона статей и правая, видите, движутся по-разному. То есть левая колонка, она движется вверх, это видно относительно... То есть вот статья 2, относительно статьи 4, вы видите. И так происходит, видите, дальше. То есть одна сторона блога выезжает выше. Я такого еще нигде ни у кого не видел. Именно в блоге, чтобы это так работало. Это смотрится интересно, это нигде не мешает. Опять же, на мобильном это не будет, скорее всего, видно, потому что здесь у нас все в один ряд. Возможно, на мобильном это и не нужно, скорее всего. На ваше усмотрение, я бы параллакс у себя использовал. Далее, опять же, игра с отступами. Установите верхнее поле. Если изображение выровнено между заголовком и содержанием, определите позицию изображения в настройках Editor Layout в Joomla. Я полагаю, что это настройки в настройках Medium материалов. Вот это вот нижние 2. Выравнивание изображения для вступительного текста в лево и право нет. И выравнивание изображения для полного текста материала. То есть когда мы попадаем внутрь. Опять же, на ваше усмотрение, надо поиграться, посмотреть, какой-то для себя вариант выбрать. Дальше, ширина изображения. Установите только одно значение. Установка только одного значения сохраняет оригинальные пропорции. То есть вот здесь вот, например, делаем 200. Якобы это влияет на ширину, высоту изображения. Я не любитель управлять это как-то с сайтом. Неизвестно, насколько это не будет нагружать сам сайт. Я предпочитаю изображение готовить заранее. Поэтому я, скорее всего, бы не пользовался какими-то подобными функциями. Дальше, выравнивание. Центрировать заголовок, метатекст и кнопку. Ну, вот у нас статьи. Вот вы видите. Статья, заголовок, кнопка. У нас все выравнивается относительно контента. На ваше усмотрение. Стиль заголовка. Стоит нет. H1, H2, H3, H4. Ну, здесь на самом деле важный момент. Наверное, стоит показать. То есть, изначально, если стоит нон, значит, не задано. Посмотрим на реальный наш сайт, что у нас здесь происходит. Вот именно заголовки наших статей. Вот эти все заголовки. Как смотреть? Правой кнопкой мыши, да, просмотреть код элемента, если кто не знает. Вот здесь это видно. Заключен заголовок в H2. И это правильно. Каждый заголовок в H2. Я думаю, что здесь менять ничего не требуется. Что делаем еще? Внутренний заголовок, когда мы кликаем по заголовку и попадаем в развернутую статью, он должен быть в H1 желательно. Вы видите. Вот я подсвечиваю его. Он заключен в H1. Один заголовок, H1 на странице. Одиннажды должен встречаться. Ни в коем случае, не больше. То есть, изначально стоит все верно. Поэтому здесь я бы, наверное, не стал играться со стилем заголовка. Также не буду показывать это всевозможные отступы заголовка. Мета-отступы. Можете сами поиграться, посмотреть, как будет лучше выглядеть. Длина содержимого не совсем понятна. Ограничьте длину содержимого. Все HTML элементы будут удалены. Я пробовал ограничить картинки, все исчезли. Не знаю, в каком случае это может пригодиться. Отступ содержимого. Опять же, всевозможные отступы. Можете также поиграться, посмотреть на сайт, что лучше, как для вас будет. Выравнивание содержимого. Центрировать контент. Здесь видно именно верхнюю статью, основной текст по центру. И этот текст, это и есть контент у всех статей, выравнивается по центру. Если галку снимаем, видно, что он выравнивается по левому краю. Опять же, это все у нас движение выравнивания и так далее. Много-много уделено внимания в настройках выравнивания. Дальше кнопка. Ну, здесь на ваше усмотрение. Primary, это вот эта кнопка подробнее. Вы видели, она сейчас поменял цвет. На ваше усмотрение. Какой лучше сделать вариант. Или вообще оставить текст. Ну, я оставлю дефолт-кнопка. Оступы кнопки. Ну, опять же, медиум, дефолт. Смотрите, что лучше. И навигация. Это в самый низ мы обращаем внимание. Это постраничная навигация. Один-два странички. Если выбираем вот такой вот вариант, у нас появляется кнопка вперед вместо навигации. Если это генация, такой вариант. Если еще поставим вот здесь птичку, появляется в конец. Перейти, видите, ссылка в конец материалов. Ну, на ваше усмотрение. Мы с вами разобрали вкладку блок на странице макет. На этом видео я заканчиваю и увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok